А нахуй? Давай, папочка. Давай, давай, сюда, блядь. Сейчас разъебем этого носатого в Фортнайте нахуй. Города. Литература. Плохие загадки. Очень плохие, ребят. А почему я взяла плохие, блядь? Ты сегодня не могла отобрать нормально? Вадя. Печора. Печонка? Печора. Печора — это город, откуда родом инсайдер. И старые темы. Старые темы, там различные вопросы из прошлых выпусков. Нет, Дима, это просто различные... Это различные вопросы из прошлых выпусков, так что закатай свою губу. А где аниме? Я банан ебаный. Без аниме, без аниме, к сожалению. Злой расстроился, кажется. Давай. Спасибо, морковка. Итак. Дину никак не сделать, потому что Дина только у себя на стриме. Я нажал кнопку. А можно отвечать? У меня написано нажато. Ты че, блядь? Да давай отвечай, Вадя. Первого вопроса-то не было. Может быть, ты ответишь и правильно попадешь. Внимание, пожалуйста. Я думаю, это Тильте Тавер. Первый вопрос, да? Да. Внимание, мы сначала вращаем колесо. Первая тема выпадет случайным образом. Вращаем. А мне смотри стрим можно твой же, да? Правильно я понимаю? Да, экран, экран. Я тебе буду все озвучивать ртом. Офигеть. Выпала первая тема Фортнайт? Поздравляю вас. Первый вопрос будет из Фортнайта. Давай, 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 давай. А как было бы классно, Дина, если бы ты трансляцию включила в Дискорде? Было бы просто заебись. Если честно, я никогда так не делала. Мы бы сразу все видели. Я сразу так не сориентируюсь. Это одна кнопка. Итак, первый вопрос будет по теме Фортнайта. Пожалуйста, слушайте внимательно. Воспринимайте лучше на слух, потому что на экране будет задержкой. Так у меня стрим залагал твой. Какая компания разработала и выпустила игру Фортнайт Баттл Рояль? Вы, блядь, уебки. Первым нажал Дима Ликс. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Многоуважаемая компания Эпик Геймс. И это правильный ответ. Аплодисменты. Первое очко уходит Диме Ликсу. Рад затмевать очко, Дима, блядь. Рад затмевать. Дима, растопил. Вот это твоя кнопка, нахуй. Я ее сейчас сломаю. Не, не ломай, пожалуйста. А все, у тебя нажимается. Ваня, у тебя нажалось, но после, у тебя нажалось после, после Димы Ликса. Я нажал после. Какая? Зависла, написала. Да, давайте обсудим. Вы нажимаете на кнопку после того, как я дочитала вопрос. Я давайте буду говорить, можно. Как собака? Давай второй вопрос, давай второй вопрос. А сейчас нажалась Дима? Не, 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 Вань, не нажалась. Она у меня зависла, я там и говорю. Обновите, обновите страницу. Обновлять надо. Вот, нажала, да. Периодически лучше обновляйте. Итак. Давай дальше. Ой, у меня вылетел. Секунду, 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 секунду. Блядь, у меня тоже. Все, готов. Что такое? Что она вылетает-то? Прошлый раз так не было, извините. Так, не надо. Ребята, ну, блин, я столько готовила к этому, что вы начинаете? Я сейчас буду расстраиваться. Ладно, ладно. Не расстраивайся, Дима, все хорошо. Дима, Дима, ты следующим выбираешь тему, потому что ты ответил правильно. На всех случаев, напомню, выведу колесо вопросов, тема у нас Печора, литература, плохие загадки, Фортнайт, старые темы, города. Что ты выберешь? Кто? А, я сейчас выбираю, да? Да-да-да, Дима Ликс сейчас выбирает, потому что ответил правильно. Ну, давай температура, наверное. Погоди, а что у тебя такая задержка долгая на стриме? Это не температура, это литература. А, литература. Дина, ты можешь нажать просто в Дискорде «Go Live» и включить экран, и мы будем видеть все идеально просто. Давай тогда, а давай-ка по городам пройдемся, почему нет, сидим дома, хочется помочь. А где это «Go Live»? Вадь, я просто не взаимодействовала ни разу с этим. Ну, сейчас у всех у вас одинаковая задержка, и по сути в первом раунде вам это не нужно. Мне же подлагало, и я позже идем. Ты можешь просто озвучивать вопросы. Так я и озвучиваю, вы на слух ориентируйтесь, пожалуйста. Да-да-да. Итак, Дима, ты выбираешь тему города, правильно? Да-да-да, я слушаю вопрос. Да, слушайте все, и, пожалуйста, нажимайте после того… Почему у меня нажито уже, блядь? Потому что другой нажал. Когда один нажал, следующий не может нажать, чтобы у вас не было вот этого «я роль твоя позже». Итак, внимание. Пожай ведущий, озвучьте вопрос, пожалуйста. Внимание, соберитесь. Второй вопрос первого раунда. Тема «Города». Второй по численности населения – город Украины. Куда ты нашел, гавнюк, я с Украины? Секундочку. Все в порядке. Злой был первым. Злой был первым. Да, аплодисменты. Думал, я был первым. Нет, у меня написано. Злой на несколько секунд обогнал инсайдера. Блядь, это пиздец вообще полный, блядь. Как это? Чё ты мне рассказываешь? Вот история, я вижу. Ну, у меня написано «злой», один нажал, и потом инсайдер нажал. Если тебе интересно, я не нажимал. 39.36 – инсайдер. 39.43 – злой. Подожди, а 39.15 – это что, до этого было? Да. Да, это Вадя получается. Блин, значит, инсайдер первым нажал. Это… И что он сейчас скажет? Праведливо. Ну, видимо, да. Вадя, что ты хотел сказать? Нет, вы просто понимаете? Вы просто понимаете, что, типа, ну, с такими вопросами, с вот этой кнопкой, это вообще… Да это вообще слегкие попали. Сейчас будут вопросы, все будете сидеть под звуки сверчков. Ой. Ну, ладно, давайте тогда этот вопрос просто никому не зачтём, чтобы по-честному было. Харьков, типа, такой, да? Нет, можешь сказать. Я вот думаю, что это Харьков, блядь, что я тут живу. Я думаю, что это Лос-Анджелес. Хотите, я вам обоим дам пачку? Давай пачку нам обоим. И мне, я тоже нажимал кнопку. Не, я не хочу очку, не надо, мне не надо. Или убрать обоих, как сделать? Да это только, блядь, он умнее меня, он выиграет, это… Не, можно минус, мне можно минус, я согласен на минус. Мне тоже, согласен, мне тоже. Да что за дела? Так, я принимаю, я принимаю решение, беру под свою ответственность и сразу же я сказала, злой первый, он ответил, значит, мы ему начисляем очко, пускай Ваня меня ненавидит. Ничего не изменится. Артур, пожалуйста, какую тему ты хочешь? Остаться в городах или переместиться дальше? Это я нажал, что ли, блядь? Это я случайно нажал. Давайте, давайте старые вопросы какие-то. Старые темы. Блядь, у меня телефон станет, что ли, блядь? Извините. Давай. Хватит нажимать. Хватит нажимать. Давай, давай, давай. Перемещаемся в старые темы. Слушаем внимательно. Отвечаем после того, как я закончу вопрос. Зоология. Тема зоологии. Тема зоология. Акула-бык может нападать даже на винт лодочного мотора. В объяснении причин подобного поведения упоминается повышенный уровень его. Назовите его. Опа, инсайдер нажал. То есть, я должен сказать, повышенный уровень чего? Да, да. Холестерина, очевидно. И это неправильный ответ. Я нажал, я нажал второй. Блядь. Давай, Дима Ликс. Опа. Сперма, блядь. Ой. Готово? Готово. Да, шума. Шума. Повышенный уровень шума? Да, шума. И это тоже неправильный ответ. Ну ты, Дима, вообще, конечно. Забираю твоё очко. Не тестостерона ж, блядь. Итак, злой нажал. Акула-бык может нападать даже на винт лодочную. В объяснении причин подобного поведения упоминается повышенный уровень его. Назовите его. Но это точно не член. Это, наверное, кальция в зубах. Зубы крепкие. Он может перегрызть шум мотора. Ну, типа, мотор может перегрызть. Перегрызть шум мотора? Шум мотора. И твой ответ кальций. К сожалению, это неверный ответ, злой. Блядь. Забираю твой бал. Не надо очко. Блядь, очко забирается? Да, очко забирается, если ты отвечаешь неправильно. А можно я отвечу ещё раз? Нет, нельзя, Дима, ты уже ответил. У нас не ответил только Вадим Авеллон. Вадим, куда ты смотришь? Адреналина. И это неправильный ответ, Вадя. А правильным ответом был тестостерон. Ты чё, серьёзно? Да, да. Ты серьёзно? Да? Ну, не могло быть всё так просто, блядь. Было, да? Ну, не, на самом деле, я больше чем уверен был, что тестостерон, потому что, ну, агрессия, понимаете? Но ответил холестерин. Я тоже, кстати, нападаю на моторы в воду. Так, член был правильным, по сути. Котики на стероидах, знаете, какие агрессивные, ужас вообще. Так, член был верным, моё решение. Нет, тестостерон был верным. Да, член, член, по сути, правильно тоже. Это пиздец. Так, пам-пам-пам, переходим к следующему вопросу. Так, никто не ответил правильно, поэтому мы вновь вращаем колесо, тема выпадет случайным образом. А что, не будем, Маша, играть? Не-не-не. Так, старые темы выпали. Следующий вопрос из старых тем будет из области спорта. Возможно, многим из вас это знакомо, близко. Итак, спорт. Какой термин используют футбольные комментаторы, говоря о высокой передаче мяча? Инсайдер нажал. Инсайдер. 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 Над головой мяч пролетел. Так, термин, ещё раз повторите вопрос, пожалуйста. Какой термин используют футбольные комментаторы, говоря о высокой передаче мяча? Считаю до пяти. Раз. Два. Три. Четыре. А я нажал потом после него? Пять. Да, да, да. Я нажал. Ваня, пожалуйста, твой ответ. Я же сказал. Какой? Судья говорит, да куда ты так лупишь? Это неправильный ответ, Ваня, ну играй серьёзно. Я нажал. Следующим. Нет, подождите. После инсайдера был... Был Эвилон, пожалуйста, Вадя. Да, это правильный ответ. Всё. Хулипат. Куда? Возвращаешь свой ноль. Бля, а что у тебя за вопрос? Там тестостерон, тут навес, блядь. Это все такие вопросы ли будут? Так я бы вообще отец, блядь. Ты, блядь. Ну, видишь, и здорово получается, нет? Спасибо большое тем, кто поддерживает. Ахуеть, блядь. Давай ещё, может, я паз знаю, блядь, там. Давай наперёд, блядь, сразу. Какую тему ты выберешь, Вадя? Москва, блядь. А какие темы? Ещё разок. Темы у нас. Литература, Печора, Фортнайт, города, плохие загадки. Печора, вот это моя тема. Печора? Это моя тема. Так, отправляемся в Печору, переносимся. Первый вопрос из раздела Печора. Внимание. На какой реке стоит... Блядь, я из-за какого-то понимания, что такое Печора? Это город, где живёт Ваня. На какой реке стоит город Печора? А есть варианты ответа, блядь? Нет. Дима Ликс. Дима Ликс нажал. Река Печора. Да, это правильный ответ. Сюда, очком не верни моё. Вернул очко, пожалуйста, распоряжайся им, как хочешь. Дима, твою очко у безопасности. Было. Теперь не уверен. Так, всё, погнали. Я догадался, должен сказать, что я догадался. Да, Ваня, если что, живёт в Печоре. Ты сама вопросы придумала или тебе Дмитрий Ликс помогал мне? Какие-то я находил в интернете, какие-то сама. Вот про Печору я всё сама составлял. Старый, давай Fortnite, слышь? Дима Ликс. Давай, давай. Что ты выбираешь? Fortnite, да? Сейчас возятся два гиганта Fortnite. Ага. Пиздец вообще полный. Ну что же, замечательно. Слушайте вопросы с темы Fortnite. Какое максимальное количество игроков в матче Fortnite Battle Royale? Ваня? Блядь. У меня не работает. Я нажал. Ваня, да ты будешь серьёзно играть или нет? Это неправильный ответ, Ваня. Я, я следующий, я следующий, да? Да, нет. Стоп. Да, 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 ты следующий. Нет, я ж нажата, у меня нажата. Стоп, стоп. Стоп, Battle Royale, стоп. Давайте история сейчас покажет нам. Судя по истории, судя по истории, он вошёл, он только вошёл, но не нажимал. Хаки, Дир, хаки, Дир. Нажал и вил он, да, да, да. Стоп, стоп. Да, это правильный ответ, Ваня, это правильный ответ. Это хуйня вопрос вообще, блядь. Я понял, да. Ребята, некоторые вопросы очень лёгкие, а некоторые не очень лёгкие. Давай, хорошо. Я, знаете что, между прочим, играл в Fortnite ещё когда мы строили газ от зомбей, понимаете? Пока вопросы просто жесть вообще, просто охуеть. Слушай, я уже потеть начал, уже потеть начал. Я понял, короче, надо просто... А может вы выберите литературу, а? Давай, легко. Давай, я возьму. Выберёшь литературу, давайте. Литературу, да, давай. Не, 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 нафиг надо, Fortnite. Погнали. Да, Fortnite, советую, Fortnite. Fortnite лучше всех. Давай Fortnite, брат. Окей, Fortnite, следующий. Погнали. Какое животное является символом Fortnite? Лама! Злой нажал и ответил правильно. Аплодисменты злому. Аплодисменты. Ты угадал движение, и в моём боли зрение твоё ответственность ничто. А вот у меня, смотри, смотри, у меня пришло, сука, через сколько секунд? Всё, нажал. А кто такой Snow Elephant? Меня уже занято. Чё, блядь? Silver Wallaby. Что? Что за имена появились? Я залагала. Короче, кто-то спалил этот. Ну, вы же не показывали кнопку. Ну, кто-то, видимо, где-то показал, не знаю как. Нет. Я не показывал. Дина, а у тебя ссылка как называется? Ну-ка, погоди, я сейчас посмотрю. В смысле, я не скажу. Silver Wallaby. Валаби, это я. А, это ты? Нажми, вать. А кто такой Hockey Deer тогда? А Hockey Deer вышел, всё нормально. Всё, заебись. Всё, заебись. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Очко мне верните. А я тебе добавила же, нет? Чё-то я добавила злому очко. Литература. А можно наперёд нажимать? Просто сейчас злой нажал наперёд, типа, кнопку. Не, нельзя. После того, как я закончила вопрос. Он нажал, когда я закончила вопрос. Он легитимно нажал. Может быть, Ивану дадим шанс ответить? А то больно. Литература. Когда конец вопроса был, кнопка уже нажата у меня была. Не пизди, ты когда-то так же в мафии руку последней поднял, блядь, после трёх секунд. Ребята, пожалуйста, не вспоминайте это великое противостояние в мафии. Я просто спросил, можно ли нажимать раньше, типа? Не, раньше, пожалуйста, не надо. Я нажимаю, как только Дина заканчивает вопрос. Да, как только я закончила. Ещё ни разу не нажал первый. Итак, злой, ты выбираешь литературу, правильно? Всё верно, всё верно, да. Мы нихуя не знаем. Итак, ой, Дима Ликс, тебе только что заполнили подсказку, если что. Поехали. Вау! Поехали. Секи варимач. Как называли в романе «451 градус по Фаренгейту» тех, кто занимался сожжением книг? Опа. Давайте, ребят. Гузлик. Ликс. Сожжением книг. Блин, я же её читал, что самое интересное. Ну, точнее, в аудиоформате слышал. Перед сном. И часто засыпал, когда как раз момент доходил до этого. Так. Спасибо большое, на фитале. Спасибо, ребятушку. Книга сжигательная. Стоп. Считай до пяти. Раз. Нет, 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 я помню. Два. Ну, вообще лёгкий вопрос. Три. Наверное. Четыре. Пять. Твой ответ, Дима. Книга с женцами. Книга с женцами. И, к сожалению, это неправильный ответ. Книга с женцами. Как это вообще могло быть правильным ответом? Так, вслед за Димой. Так, убираю твоё очко, Дима. Нажал Ваня инсайдер. Диман, ты потерял очко. Да, я нажал. Это я использую подсказку. Опа. Ваня использует свою подсказку. Это значит, Ваня, чат, приготовьтесь. Взвести в чат надо, да? Да, открывай чат. У тебя сейчас будет 30 секунд, чтобы посмотреть в чат и попробовать найти там правильный ответ. Чат, приготовьтесь. Ваня, ты готов? Раз. Да, я готов. Два. Три. Три секунд пошли. Так. Ага. Книга сжигателей, наверное, я думаю. Но это... Я так и сказал, что это было не... Книга женцы? Это книга и женщины? Я готов... Вы... Остальные не смотрят в чат, только Ваня смотрит в чат. Я готов дать правильный ответ. Давай, Ваня. Я анализировал все варианты. Для меня наиболее логичный и разумный. Это аниме 54. И, кстати, ты пьяный, что ли? Минус полторашка. Ваня, кажется, чат тебя провёл. Ты что ж злой? Я, говорит, не пью. Это неправильный ответ, Ваня. Минус 4 балла у тебя на счету. Ты пошёл в опасную выбрал не тот ответ. Вадя, он даёт нам фору, мне кажется. Он даёт нам фору, блядь. Он же там потом так будет лупасить на сложных вопросах. Он, кажется, даёт нам фору и не насмехается над нами. Бля, Ваня жёстко. Ваня жёстко, слышишь, набирает. А я сейчас тоже дал нам фору. Не буду правильно ответить. Итак, скажите мне, пожалуйста, Дима и Ваня уже ответили неправильно. Артур, Вадя, вы смотрели в чат только честно сейчас? Я не смотрел, но я не буду отвечать. Конечно смотрел. Ну, значит, Вадя, тебе тоже нельзя уже отвечать. Так что этот вопрос не достаётся никому. Дай ответ на него. А я ебу, какой правильный ответ. Я дам, конечно, ответ. Правильный ответ — пожарник. Пожарник их называли. Так и знал. Слушай, а что это за книга? Очень интересно, я бы прочитал. Это очень интересная книга. Это «Антиутопия» от Рэя Брэдбери. Давай. Отличная книга. Давай по Фортнайке. Не берите литературу нахуй. Брэдбери с ягодками, да, Брэдбери? Вадя, ты же говорил, что слишком лёгкие вопросы. Давайте литературу. Нет, ребята, сейчас колесо будет вращаться, потому что правильного ответа не было. Вращаем. Да, мне понравилась книга. Кто? И выпадает категория Печора. Отлично. Ну что же. Приготовьтесь, пожалуйста, вопрос. В какой республике Российской Федерации расположен город Печора? Я не буду жать на это, блядь. Дима Ликс нажал. Печорская, блядь. Печорская республика. Это неправильный ответ. В смысле? Что-то с рекой это сработало. Ты думал, типа, тут всё будет Печорская? Я думал, типа, так вопрос. Всё, да, они же лёгкие, типа. Ладно. Блядь, Диман, ну знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты, главное, ты старался, блядь. Ты молодец. Плюс в чат, кто из Печорской республики. Будут ли ещё попытки? Ваня, ты хочешь ответить или что? Я не хочу, нет. Я затрудняюсь. Это сложно. Ваня, ну ты говори нормально, ну чё ты? Господи, а он нас за... В смысле? Да это не честно, Дина, камон. Конечно, я знаю. На какой реке я знаю, естественно. Я знаю, ну я, конечно, ну делаю вид, что я дебил. Ты слышишь, а почему ты про мой город не добавил? Не честно же, реально, что для ребят это сложно. Им вопрос, ну... Коми. Я считаю, правильно дать им возможность выиграть. Артур, я просто решила, что... Ваня не справится, если я не добавлю тему Печора. Но получается, что... Злой нажал. Я не справлюсь, да посмотри на... А, ну можно... Комельская республика. Как? Какая? Ещё раз, Артур. Комель. Подожди, ты как-то проглатываешь и закрываешь рот рукой, я не понимаю. Что? Ещё раз. Поувереннее. Комель. Твой ответ... Комель. Что? Л, И, 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 Майкизнак убери. Комель. Артур, откуда вообще вот эти буквы всплыли в твоей голове? Как это произошло? Комель. Типа как верблюд по-английски. Как кеймл, но только комель. К сожалению, это неправильный ответ, Артур. В смысле? Я тебе сказал, скажи коми, а ты говоришь комель. Так я сказал... Неплохо ты, Вадя, его подставил на минус очко. Сознай минус очко. Я так понимаю, этот вопрос никто не берёт. Правильный ответ Республика Коми. Республика Коми. И мы вновь будем вращать колесо. Вадя, а где ты взял эти буквы? Вот где ты взял ответ? Скажи мне, пожалуйста. В чате. Не смотри, в чат, Вадя! Вращаем колесо. И... Я в следующий раз про город Бар. Бар? Вещи факт, это мой город. Бар. Хорошо, хорошо, Артур. Итак, тема «Плохие загадки». Вот злой. Соберись. Давай. Все соберитесь. Сейчас нужно будет, как следует, задуматься. Мыслите, как говорят, вне коробки, да? Out of the box мыслите, в общем. Поехали. Итак, кругом волосня, в середине колбасня. Инсайдер нашел. Ну, это член. Нет. Злой. Злой. Кукуруза. Да, Артур, это правильный ответ. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, со мной большинство согласится, что член правильный. Согласен. Стоп. Дин, а мне кажется, я на два вопроса ответил, нет? Не поняла. Так ты же там еще неправильно отвечал за неправильный ответ. Минус балл. Кстати, в защиту своей версии скажу, что я видел видео различное, где доставщик приносит коробку, женщина открывает дверь, она открывает дверь. Там была пицца с кукурузой, да? Кукуруза. Там не кукуруза. Подожди, Ваня, это как ты устраиваешь, когда зовешь девушек в кино с попкорном? Это я, да, курьером подрабатываю, если что, заводите. Ваня рассказывал, как он ходит в кино. Он берет ведро попкорна, делает там дырку и предлагает угоститься. Немножко солененьким, да? Дина, ты ела попкорн? Нет, я бы с ними не пошла в кино, Ваня. Итак, остается всего пять вопросов разыграть вам в первом раунде, да. Артур, пожалуйста, выбирай тему. Сколько у нас там по кругу можно пустить? Что там по кругу можно пустить? О, блядь, ты сейчас пройденешь, что ли? Жесть. Ну ты осуждаю. Литература, плохие загадки, Печора, Фортнайт, города, старые темы. Давайте города. Давай Фортнайт хуять, да нахуй тебе города, блядь. Что, Артур? Города. Итак, тема города, выбирает Артур. Внимание, приготовьтесь. Какой город был основан Петром Первым в 1703 году? Инсайдер. Это Петр Первый, блядь, что-то знать, нахуй. Очевидно, это Печора. Ну че, угадал, блядь? Да похуй мне вообще, блядь. А я нажал? Это неправильный ответ, если что, инсайдер. Скажи Москва. Да, Дима, пожалуйста, отвечай. Не говори, Москва, он пиздец. Ленинград. Аплодисменты. Ну, Санкт-Петербург, Ленинград, Петроград, да. Молодец, Дима. Аплодисменты долбоёгу, который читает чат. Да нет, в смысле? Он из Петербурга, это все знают, Вадь. Легитимно, легитимно. Да, игра, я считаю, нечестная игра. Сейчас я вылетел из морда. Обнови просто, не заходи, обнови просто. Да, просто обновляйте, просто обновляйте. Итак, Дима, какую тему ты хочешь? Остаются четыре вопроса. Напомни темы, пожалуйста. Фортнайт, блядь, там есть пикни, долбоя. Дима, литература, 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 города, Печора, Фортнайт, старые темы и плохие загадки. Я хотел бы по литературе играть. Я хотел бы Печору, блядь. Что ты хочешь, Дим? Я расслышал, что ты хочешь? Хотелось бы немножко с литературой себя ассоциировать. Давай литературу. Давай, а с Фортнайт там не хочешь, блядь, поассоциировать, Дима, блядь? Так, что там? Кругом волосня, в центре кругом волосня. Это были загадки. Кто автор этого произведения? Приготовьтесь. Внимание, слушайте. Обычно она начинается с арбуза, а заканчивается яблоками. Каждый из вас держал ее в руках, и мало кто вспоминает о ней без улыбки. А в известной сказке... Я еще не дочитала вопрос. А в известной сказке она служила предметом торговли одному не очень прилежному школьнику. Назовите ее. Да, Дима, это ты тогда скорострелом нажал. Пожалуйста, отвечай. Ахуеть, а я понял, прикиньте. Итак. Это бобы? И это правильный ответ. Азбука. Нормально, нормально, нормально. Да, да, да. А в сказке это про Буратино. Помните, он там с азбука? А ты что, хотел сказать... Ты хотел сказать бобы, это тема литературы. В смысле бобы? Бери, фортнайт, не ошибешься. Бобы. Так, Дима, плюс очко у тебя. Предварительные результаты. Минус шесть у Ивана. О, у всех остальных по одному очку. Бобы. Блядь, почему у Ивана так много, блядь? Он опережает вас по модулю. Итак, Дима, пожалуйста, выбирай. Фортнайт, фортнайт. Оу, щит, мээээ. Красава старые, блядь. Дима решает отправиться в Фортнайт. Да, вылезти. Дочитываю вопрос, только после этого нажимаете. Да. Внимание. С помощью какого ручного ударного инструмента игроки добывают ресурсы в Фортнайт? Она не жмется, блядь. Она не жмется, блядь. Там, Вадя, там нужно, когда телефон тухнет, надо перезагружать страницу. Так, а ты отключи блокировку, Вадя, отключи блокировку. Какую нахуй блокировку, блядь? Она не жмется, блядь. С помощью какого ударного инструмента игроки добывают ресурсы в Фортнайт? Ударного... Э, отбойный молоток, очевидно же. А он, блядь, нажал первый, чего нахуй? Это неправильный ответ, Ваня. Кажется, Дима, тебе нужно потренировать Ваню в Фортнайте. Я бы хотел Ваде отдать вопрос, потому что он нажал кнопку, скорее всего. Я вторым был, блядь. Нет? Это кирка, блядь. Посмотрите в истории после меня кто был, ребят. После... В истории был злой, а потом был Вадя. Злой, говори. Злой, твой ответ. Это лопата. Это лопата. И... Это неправильный ответ. Там тоже есть лопата в кирках. Где моя лопата? Артур, это неправильный ответ. Как это, блядь, это неправильный ответ? Там же лопаты, я видел, щел лопаты. Кто-то даже надувными шариками добывает. О чем речь? Лопата, блядь. Ну, там и лопата есть, блядь. И надувные шарики, блядь. Ну, имеется в виду по умолчанию. Там иди, да есть, блядь, можно. Вадя. Точно, там же есть. Вадя, ты следующий нажал. И твой ответ? Кирка, я сказал уже тысячу раз. Кирка, это правильный ответ. Очко уходит, уходит Вадя. Минус очко у Вани и Артура, и уходит Вадиму. У меня увели очко сейчас просто, блядь. Это моё очко украли, тебе дали. Дядь, это ты... Ну, получилось так. У меня кнопка, нахуй, не работает. У меня, дядь, у меня, посмотри на мой палец, блядь. Мастерпас. У меня-то пальцы, нахуй, красные, блядь, понимаешь? Я хуярю в эту точку, езбанную, блядь. Вот нажал, нажал. Я не трогал, блядь. Так ты нажал сейчас. Чё, у меня экран, что сенсорные, блядь, или что, нахуй? Ну, наверное. Вадя, какую тему ты хочешь? Фортнайт, блядь, смотри. Так, остаемся в Фортнайте. Сколько у нас там ещё вопросов-то в нём? А, последний вопрос по Фортнайту будет. Твоё очко в моих руках. Приготовьтесь, приготовьтесь. Из какого транспорта, прилетающего над карты, выпрыгивают игроки в начале матча? А вот теперь можно нажимать. Быстрее, быстрее, сука, нажал, блядь. Автобус. Пошёл, срак, ты быстрее нажал. Я не слышал вопрос. Что там вопросов-то? Блядь, какой он? Он быстрее нажал меня, блядь. Он на половине вопроса нажал. Что-то сказал, какой вопрос? Не, он на половине вопроса нажал. На автобус, да, летающий автобус. Не, не, вы чё, блядь. Но он нажал ещё раз после того, как я дочитала вопрос. Я нажал быстрее нажал. Пиздиш. Не, не, я нажал. Вон, блядь, я нахуй нажал. Да, там одни вадимы сейчас. Я нажал, потом злой вошёл, гузлик вышел, ГКГ вошёл, и я опять нажал. Он пиздит, блядь, офиге. А нет, подождите минутку. Смотри, смотри. Я не буду входить туда, куда входил злой. Смотри, смотри, Дим. Сильвер в Алаби нажал, потом злой вошёл. Да мне похуй, можете говорить. Я отдаю, брат. Давай, брат, это тебе. Да мне всё равно, можешь говорить. А, нет, это он. Ты уже ответил, я не буду отвечать. Можешь попробовать сказать автобус, вдруг неправильно. Нет. Не буду я говорить автобус. Ну не ссорьтесь, пожалуйста, из-за очка. Да я не ссорился. Я готова дать, мне всё равно. Если он быстрее нажал, то я ему дам очко. Да мне пофиг вообще. Я вообще хотел в минусы те, я не понимаю, почему у меня в два, блядь. Я хочу в два, не в минусе. Ну тогда его очко мне отдавайте, если тебе пофиг. Брат, ну тут жизнь такая, блядь. Почему он пишет, что вилон мафия, блядь? Итак. Вадя нажал, потом злой нажал. Но, скорее всего, это нажатие Вадина было ещё в течение вопроса. А потом, видимо, злой нажал, как только вопрос закончился. Я так понимаю. А мне написано, злой вошёл. Он нажал, потом вышел, потом вошёл. У меня написано, я нажал, злой вошёл, гузлик вышел. ГКГ вошёл. Я считаю, что было справедливым, должен ответить я на этот вопрос. Да, давай отвечай. Можно? Нет, нельзя, Ваня. Ты вообще не нажимал. Так что нет. А ладно, ты нажимал. Короче. Ну это автобус, ёбаный сыр. Да понятное дело, что это автобус. Вопрос суперлёгкий. Я не хочу, чтобы вы ссорились из-за долбаного нажатия кнопки. Мы ссориться. Мы, наоборот, готовы друг другу это очко отдать. А дайте Диме Ликсу балл, я считаю. Да, если хотите, вы можете Диме Ликсу отдать очко. Да, Диме Ликсу балл, я считаю. Диме Ликсу балл. Я готов принять очко. Всё, и ваше очко, ребята, отходит к Дмитрию Ликсу. А моё очко ему пускай тоже залитает. Отлично. Так не это, да. А, ну ладно, окей. Итого, последний вопрос. И раз очко ушло тебе, Дима, тогда ты выбираешь тему для последнего вопроса. Литература. Ебать ты, сука, Нострадамус, блядь. Ты чё, какая литература, блядь? Ну ты чё, начитанные все, что ли? Итак, последний вопрос первого раунда. Это случайность произошла. Рука дрогнула. Внимание. В пьесе «Недоросль» госпожа Простакова говорит, что дворянам не нужно изучать её, потому что извозчики довезут куда нужно. Тут нужно поразмыслить. Инсайдер. Это неправильный ответ, Ваня. В пьесе «Недоросль», блядь. «Недоросль», блядь. А что за песня «Недоросль»? Пьеса. Это «Правосток», что ли, блядь? Чувака, чуваки, пьеса «Недоросль», фон Визина. Я беру подсказку. У тебя нет второй подсказки, Ваня. Ты уже использовал свою. Дима, бери подсказку, Дима. Да, если что, Дима, у тебя есть подсказка. Ликс, бери подсказку. Это на логику вопрос. Тут не нужно знать, понимаете? Тут нужно просто сообразить. Я хочу сохранить попозже. О, Артур нажал. Её довезут по дороге, блядь. То есть ей не нужно изучать дорогу, потому что извозчики довезут, куда нужно. Правильно? Извозчик знает, куда её везти сам. Зачем ей изучать дорогу? Твой ответ – дорога. К сожалению, это неправильный ответ. Извозчик сам знает, куда ему ехать. Нахуя ей знать-то? Она же не понимает. Ну, типа, по логически, если подумать... Итак, рискнёт ли ещё кто-то? Ебать, я мой хуй просто. Да, блин, логично, что кресло-качалка как нет. Ваня! Она, конечно, кресло-качалку, её везли. Она читала книгу Камина на этом кресле. И она же простая. Дима, Вадя, будете ли вы пытаться? Здесь чисто на логику. Вадь, ну рискни ты чисто. Ник, ответь на вопросы. Можешь ответить? Я не знаю. Так, а нахуй ты пикаешь литературу? Я думал, что-то будет типа предыдущего вопроса, но никак не настоящего. На который ты тоже не ответил. А, тоже не на азбуку ответил. Да, на азбуку ответил. Итак, к сожалению, у нас нет ответа. Чат вот весь разрывается от правильных ответов, если что. Это география, ребята. Она говорила, что ей не нужно изучать географию, потому что извозчик довезёт её куда нужно. Её географию изучать не нужно. Кстати, злой был, так близок. Так я близок был. Извозчик и так знает географию, чтобы её... Знаешь, как злой понюхать, но не взять, вот реально. Типичная история Димы Ликса. Не понял сейчас. Итак, подводим итоги. Подводим итоги первого раунда. По два балла у Вадима и Димы. Они сейчас лидеры. Минус одно очко у Артура. И минус восемь у Ивана Инсайзера. Аплодисменты. Ваня, я надеюсь, ты реабилитируешься в следующих раундах. У тебя ещё будет шанс. А я напомню, что главный приз сегодняшнего дня это банка тушёнки и курица с бантиком и минная. Вот. Заебись. Что? За что крова это-то? О, это грубо, Дима. Это грубо. А что у нас второй этап? Что у нас второй этап, да. Во втором раунде вы сейчас взбодритесь как следует. Хотя вы и так бодрые. Модераторы, закиньте, пожалуйста, голосование на выбор пар. Закиньте, пожалуйста, голосование на выбор пар. Сейчас вас чатик разделит на пары. И вы будете по очереди объяснять друг другу слова. Как в Элиас. Вы играли в Элиас? Да, конечно. Например, вам нужно объяснить слово «стол». И вы, значит, объясняете. За ним едят. За ним едят, например, говорите. И ваш напарник такой «стол». При этом нельзя говорить однокоренные слова. То есть нельзя говорить «на нём лежат столовые приборы». В Элиас, да-да-да. Вадя, мы же играли в Элиас, помнишь? Да. Если вы произносите однокоренное слово или не знаете, как объяснить и пропускайте слово, то это минус очко. За каждое правильно объяснённое слово один балл. Тут кнопка вам не понадобится. Можете пока на неё забить. Всё, забил. И буквально через несколько секундочек я подведу итоги разделения в голосовании вас на пары. А можно загадку загадать? Ну, я загадаю загадку. А, давай, давай. Предлагаю пока показать фокус чату. Полосатая головка заходит за щеку Лоуга. Я знаю ответ. Я тоже знаю. Все знают. Это член. Это охуя. Это членная щётка, возможно. Дин. Дин. Да. Мне больше нравится член. Да, Дин. Это членная для тебя фокус. Ой, подожди, я не смотрю, Дин. Всё, смотрю теперь. Тройка червей. Почти. Если это было специально для меня, то как выглядят фокусы, которые не для меня, Дин? Блин, а не... О, это я фокус спицы. Дина, Дина, смотри. Скажи стоп на любой карте. Стоп. Это король червей. Ну, ты видишь это на мониторе, Вань. Я не вижу на мониторе. Ваня, закрой глаза и говори. Ваня, закрой глаза. Ваня, Иван, закрой глаза и говори. Карту на стук. Ну, давай, блин, закрой глаза и говори. Король червей. Так, чат, я даю вам последние 15 секунд, потому что сейчас нога в ногу шагают два разделения. 15 секунд последние даю. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Стоп, стоп. И чуть-чуть обгоняет разделение Ликс плюс Инсайдер и Вилон плюс Злой. Итого. Ваня будет с Димой, Вадя будет с Артуром. Познакомьтесь со своим напарником. Да что такое Дима? Показал фокус. Покажи нам фокус. Решите между собой, пожалуйста, чья команда будет первой объяснять. Кто у вас капитаны в командах? Я не капитан, точно. Давай, Вадя будет объяснять, я буду отгадывать. Давай. Я имею в виду, кто из пар будет первым объяснять. Мы первыми, они соконы ебаные, 30-летние. Мне кажется, что я бы лучше объяснил, чем отгадал, судя по баллу. Ребята, и те, и другие будут и объяснять, и отгадывать. Давай я лучше объясню, Вань. По очереди. Вы все, все и объяснят, и отгадают, ребята. Можно стойку занять жесткую, чтобы отвечать? Да, занимай стойку. Вадя, смотри, я тебе сейчас в ВК отправляю твои слова. Отправила тебе твои слова. Посмотри на них. Сейчас я тебе их перешлю. Нет, нет, нет. Так нельзя, так нельзя, Вадя. Так нельзя делать. Все, получил, да, Вадя? У вас будет полторы минуты. Полторы минуты, чтобы ты объяснил слова Артуру. Ты первый объясняешь, Артур первый понимает. Готов? Подожди, дай мне... Можно прочитать секунду? Одну хотя бы. Давай. Давай. Раз. Все? Нет, ну это слишком мало. Раз. Да там не так много слов. Давай. Элемент неожиданности. У вас будет полторы минуты. Так, Артур уже занял свою стойку. Приготовился как следует. Готов понимать слова. Да, блядь, ну и слова. Пиздец, конечно. Все, готов? Могу некоторые пропускать, да? Если ты пропускаешь слово, то это минус балл. Подожди. Как у нас? У меня минута, да? Полторы минуты. Если ты пропускаешь слово, то минус балл обоим. Вы работаете сейчас в паре. Вы работаете в паре. Каждое верно отгаданное слово это плюс балл. Каждое пропущенное или с нарушением правил, с накоренными, минус балл. Приготовились. Нарушение правил это однокоренное? Не перебивайте только. Да. И поехали. Что стоит сейчас 75 рублей? Доллар. Короче, у тебя ранка, и ты мажешь на нее. Что? Однокореное. Мась. Однокореное. На чем я ехал к тебе в Киев? На поезде. Смотри. Ты подходишь к себе домой, и первое, что ты делаешь, ты отрываешься. Дверь, ручка. Дручная дверь, ключ. Хорошо. Футболист, что может сделать? Ударить мяч. Гол забить. Да. Так, это какое-то ебанское слово. Лепят, лепят. Снежка, пластилин, блядь. Да, 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 хорош. На чем ездят люди? На машине, блядь. За рулем, ебать. Другое. Другое. На автобус машина. Выиграли. Автомобиль. Красава. Куда я сейчас смотрю? В монитор меня, на меня, блядь. По-другому. По-другому. Красава. Сидит Кент обмотанный весь вообще, блядь. И за него просят деньги. Выкупы, заложник, террорист. Хорош, да. У кошечек. А как это? У кошечек. Лоток, блядь. Вот это, что вот это они? Сапцарапка. Не показывай, не показывай. Блядь, как? Да, хорош. Хорошо, можешь не читать это. На Хэллоуин делаю... Костюмы одевает. Стрёмные. Нет, на Хэллоуин самое основное, что есть? Дыбки вырезаю. Тыква, тыква, тыква. Да, красава. Смотри, есть в Варкрафте, есть маг, чародей, блядь, и... Волшебный. Здоровый, блядь, с мечом всегда нахуй бегать. О, не паладины... Нет, проще, просто. Один в поле, блядь, ну это... Воин, 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 воин. А в машину что заправляет? Бензин. Стоп. Легко бы. Стоп. И так вот. Блядь, это просто пиздец. Я иногда не понимал. Сука, это такие лёгкие вопросы, слова, что ты не понимаешь, как сказать так, чтобы... Да, да, так и есть. А, у меня минус уха. Типа, это настолько лёгкие слова, что ты... Как их сказать, блядь? Да знаю мне из этого борьба ебана. А какое слово ты пропустил, братан? Какой ты вопрос пропустил? Это промышленность. Ну, блядь, ну это было бы долго просто. Я бы догадал. Я в этом шарю и... Итак, смотри, я вам лапу засчитаю, но тогда при... Я просто не сказала вам, что нельзя показывать, но тогда второй паре при первом вот этом раунде тоже можно будет показывать. Вот так сделаем. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать правильных. И одно однокоренное минус и промышленность минус. Получается 10 баллов. 10 баллов на брата. Начислю после того, как вы все сыграете. Значит, 10. На брата это в смысле как на сестра на брата или на брата набралось? Дико извиняюсь. Типа у нас 20 в общем. Ну, каждому брату по 10 баллов. Вот так. Итак, Дима, ты первый будешь объяснять вашей команде? Да. Отлично, тогда проверяй ВК. Я тебе сейчас иду отправлять. Слушай, ну вот, Вадя, Артур, вы прям хорошо справились. Я умею играть в Айлес. Прям качественно. Так, Дима, получил? Подождите, подождите. А мне можно и прочитать? По 10 баллов на брата? Прочитай про себя. Вань, только игре нормально, пожалуйста, Ваня. От тебя зависит еще и сейчас судьба твоего сокомандника, понимаешь? Ты же не хочешь потопить Диму Ликса? Судьба твоего сокомандника. Так, все, поехали, я готов. Готов? Итого. Все, готовы? Три, два, один. Пошло время. Доллар сначала ниже, потом выше, и ты делаешь... Полотность? Нет, что ты делаешь, чтобы заработать на этом? Вот доллар пойдет туда-то. Как это называется? Погода, е-мое, погоду по телевизору что показывают? Прогноз. Правильно. Дальше. Заезжаешь на машине, такой траля-ля, машинка грязная, там нужно все аккуратненько сделать, тебе... Моют. Ну, только что это? Что это? Нет. Ну, что это? Куда ты заезжаешь? Что это такое? Мойка. Да. Дальше. Ты идешь в аэропорту и показываешь паспорт. Это что такое? Паспорт это что такое? Это паспорт. Нет, паспорт, ну как это называется? Предъявите, пожалуйста, предъявите ваши... Документы. Правильно. Ну, один только. Так, ты идешь с пистолетом, такой... Что это такое? Дышь, это что? Выстрел. Правильно. Дальше завязываешь такой шнурочке. Чем завязываешь? Ну, на что? Руками. Нет, нет, нет. И затягиваешь, что ты затягиваешь? Так, опать, опщики. Узел, бантик. Правильно, правильно, правильно. Дальше петрушечка и сверху еще петрушечка и зелененькая тоже. Правильно. С хоботом огромный, огромный слон. С хоботом. Правильно. Козел, сраный слон. Чистишь ботинки себе чем? Губкой. Нет, нет, еще. Да, да, да. Дальше. Утром просыпаешься, хочешь кушать. Как это называется? Голод. Ужин, обед, а утром это что у нас? Завтрак. Правильно. Короче, ты популярный человек, выходишь на улицу и тебе нужно твоя личная, чтобы тебя никто не подбежал. Давай с хортом. Охрана. Нет, правильно. Дальше банановый, кокосовый, шоколадный, клубничный можно добавлять в коктейли всякие, как это называется? Сироп. Стоп. Правильно. Как раз, как раз успел. Итого. Итого вы набираете. С прогнозом это, конечно, было красиво. Молодильность, да погода. Аплодисменты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Получается. Да, одиннадцать. На один балл опережайте, пока соперников. Вы... А у него девять было, нет? Паспорт, это паспорт. Десять, десять. У ребят было десять. Десять было? Да, 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 да. Вы быстрее, вы медленнее отгадывали, но зато не было однокоренных, и вы не пропускали слова. Аплодисменты. А я очень скидывай. Да, да. Сейчас будет Артур объяснять. Ты прям уже опять в стоечку. Я буду объяснять, тебе надо угадывать. Давай, включай извилин. Давай, давай, брат, давай. Вы, 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 ладно. Скидь мне сразу, просто, я бы считаю. Ваде, я это слышу. Так я же понимаю. Слышишь, там однокоренное, по-моему, было, говорят. Мойка и моет. Я не вижу. Подожди, ты говорил моет? По-моему, ты говорил чистит. Возможно. Я не помню. Чистка была точна, насчет мойки не слышал. Возможно, я мог... Ребята, соперники, вы слышали? Моет, я говорю, моет. Может, после... Я слышала чистку. Да, это... После... После инсайдера, скорее всего, сказал. Фидель, спасибо огромное. Ну, когда он сказал, что моет, я говорю, припоните, скиньте, если там был сначала Дима с Мойкой. Ну, отнимем по-честному. Ну, давайте 10 по-честному. Че придумываете? Говорил чистит. Нет, ну... Хейтерок, может, там, какой-то. Зачем усложнять? Вообще не проблема. Одну очко отобьем легко. Ну, Чат, вы проверьте уже по клипу, и потом напишите. Если есть по клипу, так это высер какое-то. Доказательство. Где твои доказательства? Ты... А если ты пожилая барышня, то где ваши доказательства? Говорит, нет, 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 не было. Какая разница, сколько? Пусть будет один. Погнали, погнали. Итак, Артур, Вадя, вы готовы? Артуру, кстати, на подсказку задонатили. Нет, стоит. О, спасибо за подсказку. Да, это в третьем раунде. Да ничего. Пригодится. Итак, готов, Артур? Давай. Три, два, один, поехали. В «Звездных войнах» джедаи с чем бегать? Меч. Какой? Лазерный меч. Окей, мусора тебя повязали светильник в ебальник. Что это? Фонарик, фонарик, фонарик. Какой, блядь, лазер? Информацию у тебя выбывают. Милиция. Ничем, блядь? Ты, долбоёб, слушай меня! Я не могу понять! Ты, долбоёб, ты говоришь, у жедаев лазерный меч. Стучат, 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 почем? Барабан. Дальше, дальше еще есть. Тарелка, что? Родил тебя кто? Мама. Оценки куда ставят? В дневник. Хорошо, чем думаешь? Головой, мозгом, ничем. Еще, еще. Внутри с собой. Извилины, извилины. На две буквы, блядь. Ум. Лучше. Говорить громко, а говорить? Тихо. Ну, почти. Коронавирус это? Болезнь. С моря вы... Да, 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 все равно. С моря вышел куда? На сушу. Правильно. Суша. Да, машина едет, и сзади у нее, чтобы еще дополнительный груз вести. А, телеб... Блядь. Прицеп. Правильно. Ужас такой есть там. Ужас такой. Пила, пила. Правильно. Старые ископаемые доследжения дослеживают. Профессия такая, он роется, блядь. Последник, блядь. Ну, по-по-усски. Эээ, исследователь. Еще. Эээ, а я забыл, как называется. Окей, жаришь яйца на чем? На сковородке. Нет. Огонь. Под сковородкой. Еще. Присосабление огромное. Газ у нее подключается. Еду на чем ты, блядь? Эээ, комфорки, блядь, ебаный. Как это называется? Время и стекло. Время и стекло. Плита, плита. Успел, успел, успел. Что было в начале? Лазерный меч. У меня вопрос. Артур, ты не забыл, что там за пропуски вычитаются баллы? Что? Я говорю, милиция фонарик в ебальник светит. Что это такое? Фонарик. Фонарик в ебальник светит? Что это? Фонарик. Нет, допрос, наверное, нет? Нет, подожди. Допрос, да. Лазерный. А бубен? Бубен ты тоже пропустил, получается? А лазерный меч, причем был? Он говорит, тут жедаев есть. Это был предыдущий. Не в минусе. Подожди, ты посмотришь. Бубен пропустил, ты шепот пропустил, археолога пропустил. Да не вычитай один, не вычитай. Нет, у меня был такой тильт с этим. С лазером, блядь. Ты лазер, лазер угадал. Ты лазер угадал. Нет, ты сказал лазерный меч. Ну, лазерный. И какой меч, какой, ты сказал лазерный. Артур, ты точно играл в Элиас? Я нормально все засчитывал. Что вы, блядь, начинаете? Нет, нормально все было. Я не понял. Я с мечом проебался. И потом ты мне, прикинь, ты мне говоришь, после воин, ты мне говоришь, менты дают. Я думал, это то же самое, да? Я думаю, какой меч, дубинка, думаешь, какая-то, блядь. А причем-то лазерная. Я сказал, хорошо, next. Типа, там допрос был. Так, давайте, давайте разберемся. Допрос точно пропустил. Ты бубин пропустил? Да, 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 да. Бубин тоже пропустил. Шепот. Я не слышала, Варя, ты говорил шепот. Говорить тихо, говорить громко и говорить, он сказал тихо. Да. А слово шепот? А что ты мне не сказал дальше, типа? Ну, какие-то слова. Ну, если шепот не считываем, то все остальное, типа, ну, все, кроме археолога. Не, да, археолог тоже он не угадал. Исследовался. Получается, шепот минус и археолог минус. Я сказал по-украински, блядь. Дослидник. Дослидник, на нахуй тебе, блядь, Украина, мне похуй. Дослидник, это у нас кто, Дина? Я не знаю. Звучит как исследователь. Да нет, просто уберите эти и все, типа, сколько там получится. Да, уберите. Сколько получится, похуй, давайте только уже... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я лазер засчитываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я правильно знаю? Или, наверное, это не то, да? Чат, скажите, Дослидник, это археолог или нет? Кто знает? Наверное, археолог... Скорее, следователь, мне кажется. Археолог. Археолог так, наверное, и будет. Археолог, наверное, так же самое будет. Да, да, да. Ну, у вас получается четыре минуса, а плюсов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы в дерьме. То есть всего получается пять баллов. Сейчас же ты будешь мне инсайдер говорить, да, Ваня? Да. А я плохо отгадываю. Я вообще не понимаю жестов. Да ты еще не доценишь, как я говорю. Ты подожди. Я реально говорю. Просто, типа, надо заходить прям близко, типа, а не издалека вот так вот. Я думал, указка, блядь, за десять гривен. Вообще не издалека. Так, инсайдер, я отправил тебе слова. Ваня знает. Так, сейчас зайду, подожди. Куда? Телегу или ВК? ВК, ВК, ВК. Не перешли. Да. Нет, не делайте этого. Позже только. Иван, скажешь, как будешь готов? Я готов. Да? Ну тогда раз, два, три. Поехали. Постельное. Белье. Верно. Но у меня на лице есть и сумка, например, из этого состоит. Кожа. Верно. Профессия. Тушит огонь. Пожарный. Ну да, да. В алфавите первое что? Буква. Верно. Летает над головами и делает так. Верно. У меня зубы болят. Болезнь такая в зубах. Что это? Зубная болезнь. Ну, разрушает. А, кариес. Я думал, он зависит. Ну, Псайбот, из чего состоит? Что это? Суслово. Ну, Псайбот, Муртл Комботе. Кто это? Персонаж. Ладно. Привязывал в мультике свою какой-то там девочку. Она от него убегала. Нет. Что это за мультик? Ладно. Солнце отбрасывает что? Солнце отбрасывает что? От меня. Я иду за мной. Грусть. Грусть. Нет. Ну, собственно, у меня светит. Тень. 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 А, я зажигаю сигары чем? Не зажигалка. Пычка. Да. Сигары. Сигары. Хит FM Европа Плюс что это? Станции. Нет еще. Радиостанции. Да, ну, без станции. Радио. Радио. А, так, я вот одет не по стилю, а вот что это вообще? Выбирать одежду? Кожил, кожил, кожил. Ваше время и стекло. Бля, кстати, вот Ваня говорит, что он плохо, он так охуенно говорил. Мог слов было понятно, что он кожил. У меня на лице и сумка из него. Что с тенью такое приключилось и с кариесом? Дим, почему ты завис на кариесе? Это грусть была. Я, блин, я думал он про другую болезнь, там же есть тоже, знаешь, когда... Не герпес, но не герпес. Не герпес. Не герпес. Пульпит. Да, 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 да. Ой, пульпит это жесть. Там много всего, парадонтоз есть там, ну... Парадонтит. Вот, 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 я вот это пытался вспомнить. Стоматит, да, что-то еще. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы набираете десять баллов. Вы набираете... Ну, не старики! Ваня, ты понимаешь, возраст. Я на самом деле бы делал лютое другое, если бы Дина на меня не наехала, что я, типа, тут поддаюсь, играю. Не-не, он вообще, он вообще хорошо, типа, он прям хорошо говорил очень. Не зря в очках сидит, а не в обо очках. Ебать, ебать, ебать. Вот в чем дело. Дина, а в конце можно сдать очки и приустануть к своим будет? Подожди, а это... Вот это сейчас осталось? И что еще осталось? Сейчас будет третий раунд, там будет восемь вопросов от зрителей, за каждый вопрос по два балла. И четвертый раунд, он очень короткий, там вы будете ртом без звука словосочетания друг другу объяснять по парам. Хорошо, давай. Итого, значит, Артур с Авелоном набирают 15 баллов, а Инсайдер с Димой набирают 21 балл. Красавчик. Аплодисменты. Аплодисменты. Сейчас я вам поприбавляю. Да, блин. Уменьши, да. Это правильно. Красавцы, блядь. Блин, я из минуса вышел, что ли? Да, получается. Мне не нравится. А у них в общем, типа, будет так, да? Так, Артур, у тебя минус один было, да, правильно? Угу. Значит, 14 становится. Так, у Вани должно стать, получается, 13. Я хотел быть рекордсмерным по минусу. Ходит вот так. Да какая разница, блядь? Это, забейте хуй. Да это просто для веселья, веселья. Я хочу минус 42. Ого. И Дима Ликс вырывается таким образом вперед. У него 23 балла. Ничего, Дмитрий, неплохо, хороший. Злой, слышишь, мы можем начать топить. Там одно было, пишут про одно однокоренное и два пропускных хода, слышишь? Можем топить? Это что такое? Если, кстати, минус 3 будет, как раз 17 с вами. Что такое? Ты так признанул, будто я не понял. Так я и так не понял, блядь. Ребятушки, приготовьте, сейчас будем переходить к третьему раунду. Здесь вам нужно будет смотреть на стриме видео-вопросы. Со звуком нужно будет смотреть. Вот, так что можете заранее сейчас... Со звуком? Да-да-да, на стриме. На стриме, как я буду смотреть со звуком? Это вообще тильт. У меня и так тильт уже, блядь. Не тильту, блядь. Да нет, я что-то не подумал про то, что так будет. Лучше бы я, правда, не стримила и зашел бы. Ладно, давай, короче. Я просто... Ты же понимаешь, что я буду сам себя слышать и все будут слышать? А вы будете тихонечко сидеть, когда вопрос задается. Ладно, давай. Да. Вы, пожалуйста... А, по-моему, у меня, кстати, даже... А, нет-нет, там включено. Ты можешь микрофон в ОБСе у себя выключить? Моего микрофона на той сцене нет, но звук с компа будет идти, то есть в видео... Звук с компа будет вместе с вами и с видео. А там запрещенных слов нету, да? Нет, конечно, нет, конечно. Это вопросы от наших зрителей, которые я заранее все отсмотрела. Так, секундочку. Кнопка нужна? Да, кнопка нужна будет. Я нажал. Это мы будем ориентироваться по твоему стриму, да? У меня просто, если что, лагает интернет, у меня задержка большая. То есть, получается, у тебя задержка больше, чем у остальных? Вадя. Дима чуть не умер. Будь здоров. Ну ладно. Будь здоров. Спасибо. Смотрите, я, например, сейчас покажу... Не, вроде нормально. Сейчас обновил, заебись все. Покажу пальцами? Ладно, забейте. Так, все, я... Что такое? Они тренируются, просто нажимают. Всех привет. Так, вот секунду. Проверьте, чтобы у вас все было хорошо. Кнопочкой. Всех приветствую. Вопрос задает Денчик Алькапона. Так. Что, буквально секундочку? Да, внимание на экран, ребята. Сейчас будем переходить к первому вопросу от Денчика Алькапона. То есть, когда видеовопрос заканчивается, вы можете уже нажимать на кнопочку. Итак, внимание на экран. Всех приветствую. Вопрос задает Денчик Алькапона. Внимание, вопрос. Рождаются. Летят. Живут. Лежат. Умирают. Уплывают. Некоторое время на размышления... Иван. Бактерии. Это неправильный ответ, Ваня. Лежат сосуд. Что, блядь? Я ничего не понял, блядь. Рождаются, летят. А дальше я не помню, что там было. Умирают, уплывают. Там точно было. Рождаются, летят. Живут. Лежат. Умирают, уплывают. Вот так там было. Рождаются, летят. Я вижу, Ликс думает, что это может быть. А Google это кто? Это я случайно нажал. А почему тебя зовут Google? Я первый, что попало. Он пытался в адресную строчку написать, блядь. А написал... Лежать, блядь, сосать. Дима, ты нажал, ты будешь отвечать? Блин, если честно, я почему-то проворачивал в голове одну версию по поводу птенцов. То есть, по идее, смотри, они рождаются наверху на дереве. Рождаются. Как там? Летят, да? Да. Они выползают и летят вниз. Дальше как? Живут, лежат. Вот, они там остаются, лежа. Это какая-то очень грустная история птенца. Дима, это неправильный ответ. То есть, умирают, уплывают, по-твоему? Куда? Канализацию? Я просто эту версию. Артур, Вадим, рискнете ли вы? Да я не ебублю. Ой, извините за скверные маты. У тебя, если что, есть подсказка. Давайте подсказку. Давайте подсказку ищата я использую. Нажимай на кнопку. Точно, минус 2 балла. Точно, в этом раунде по минус 2 балла. Так что так, Ваня еще списываем и Диме еще списываем. Спасибо, чат, что напомнили. Да, этот раунд дороже. Артур нажимает, берет подсказку. Артур, у тебя будет 30 секунд. Я понял, просто я, когда свайпал, я в чат посмотрел. Просто у меня в одном чате пишут. Артур, смотри в чат. 30 секунд пошло. Смотрю. Рождаются, летят. Живут, лежат. Это снег. И твой ответ? Бобы, блядь. Какие бобы, нахуй? Они долбоеба наши. Это снег. Ну, снег это же логично. Итак, что ты выберешь? Бобы или снег? Какие, нахуй, бобы? Это что, они плывут когда-то выстричь их, что ли? Они уплывают, что ли? Не могу понять. Это снег. И твой ответ, снег верный. Бобы, блядь. Я смотрю в чат, думаю, пиздец. Да, пожалуйста, внимание на экран. А что, плюс одну очку или плюс два? Внимание. Ответ. А ну, внимание на экран. Снежинки. Какая жанра мокрая. А где ты такого актера классного нашла вообще? В смысле? Это один из зрителей. Ребята присылали мне видео вопросы. Я собирала стихить вопросы. Нормально, а там кто-то хуй покажет? Нет. Кстати. Блин, зачем ты подала им эту идею? В следующий раз они пришлют членяку мне в видео членяку. Вадик, ну за что? Давай следующий вопрос. Так, Артур, у тебя было 13, правильно? Артур, у тебя было 13? Значит, я тебе еще один. Все, 16. У тебя все верно. Переходим ко второму вопросу. Внимание. Внимание на экран. Так, всем стрима руку, остальным соболезно. Вопрос такой. Сколько бит в одном байте? Как будете готовы, нажимайте. Инсайдер. Бля, я сверил. Это неправильный ответ, Ваня. Злой. 1024? А, нет, не слышь, стой, стой, я знаю, 128. Итак, Артур, твой ответ? 102. Что? Я не слышу, ты опять кулачок говоришь? 102. Артур, 102? Это неправильный ответ. Блядь, это что? Блядь, вот просто, вот просто. Блин, я на самом деле знаю правильный ответ, но я вам не скажу. Чтобы вы понимали, я тоже знаю, 8. Вот, просто чтобы вы понимали, как бы, типа. Вадя, давай ты тогда будешь просто, просто кричать, раз у тебя с кнопкой все время вылетает, будешь просто кричать. Нет, давай я не буду кричать, я буду кричать, а я вам, блядь, дам сейчас. Ты спали ссылку на кнопку, молодец, Вадь, молодец. Не спалил, в смысле, там ничего не видно. Да? Ну ладно. Короче, Вадя, давай я тебе засчитываю, что ты нажал на нее, но я видела, что ты тыкал туда, оно не тыкалось. И твой ответ? О, сработало. 8. Это правильный ответ, это правильный ответ, плюс 2. Конечно, это правильный ответ. Нет, мне не надо вот эти поблажек, чтобы я кричал, просто я буду орать постоянно, ты меня знаешь. Ну вообще да, ладно. Давайте послушаем ответ, собственно, от зрителя. Давай от зрителя послушаем, мне, кстати, понравился от зрителя, он забавный. Правильно, ответ 8. Лаконично. Блядь, я по-другому подумал, блин, я по-другому думал. Да ничего страшного, злой. Давайте к третьему вопросу, это будет заморский вопрос, так скажем. Заморский. Готовы? Давайте, 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 давайте. Вы не против, если я буду картошкой? Всем привет, меня зовут Саня, в чате у меня никнейм Build the Interesting. Я нахожусь в Содовской Аравии, сейчас вот рассвет, как вы видите, он столько встает, записывая вот для вас вопросик. У меня такой вопрос, связанный с тем, где я сейчас нахожусь. Вот. Арабы любят вкусно покушать, и зачастую в пятницу они собираются в кругу семьи, либо со своими близкими друзьями, в один из кафе, либо ресторанов. И вот такие заведения зачастую делят свою территорию на две части. И у меня к вам вопрос, на какие именно две части делятся заведения и почему. Можно отвечать? Это кто сейчас нажал? Я нажал, я, я только сегодня смотрел видео Кушкина про Судовскую Аравию. Бабарию. Бабарию. Саудовская Авария. Короче, я, я, или прослушал, короче, там есть на две части почему делят, потому что одна часть типа для одиночек, а вторая семейная. Типа часть. И, внимание на экран. Ответ состоит так, что в Саудовской Аравии по причине религии делят ресторан на семейную часть, где люди приходят туда с семьей, вот, и на обычную, где может покушать любой желающий. Да. Аплодисменты злому. Аплодисмент, молодец. Плюс два балла. Прям повезло. У меня претензия. У меня претензия. Да, Вань. Красава злой. Почему у меня 10 баллов, а не 9? А я тебе не досписала? Спасибо. Да. Списал, Ваня. Спасибо, что ты честный. Бабабы. Все злой, ты теперь ассоциируешься с бабами, уж прости. Плюс два балла Артуру. Внимание, следующий вопрос. Единственный вопрос от девушки. Почему-то девчонки стесняются, боятся присылать вопросы. О, это по моей части. А ну, давай сюда ее. Давай. Так, внимание на экран. Вечер добрый, многоуважаемые участники. Мой любимый чатик и, конечно же, самая лучшая ведущая в Севетвича. Меня зовут Ира. Многие в чате знают меня, как на Элина Феникс. Вечер хатом! Самым интересным фактом моей биографии на данный момент является то, что я работаю на почте. И, конечно же, сам вопрос будет связан с почтой. Он не слишком сложный, поэтому не волнуйтесь, я думаю, вы сможете на него ответить. Итак, сам вопрос. Каким языком пользуется Всемирный почтовый союз? Отмечу, языка два. Один официальный и один рабочий. Так, кто у нас нажал? Инсайдер нажал. Я знаю. Все очень просто. Все это начиналось с давних времен. Еще когда были почты, ну, письма голубями передавали, да, и на лошадях, соответственно, сами вот эти почтальоны. Это, соответственно, язык голубиный и конский. Вае, ответ твой конский! Минус два тебе! Вот так лись, когда конвертик закрывает. Чтоб ты, Ваня, конверты лизал целый год к ряду. Будут ли еще попытки? Ваня, ты знаешь настоящий ответ? Я не знаю. Google, это, видимо, Дима Ликс нажал. Да. А языка два должно быть, да? Да, да, да. Два. Один язык C++, я бы так сказал. Еще раз, что, Дима? Один язык C++, который программист использует, а второй язык добра. Чего, блядь? Так, Дима! А может быть, ты скажешь бобы? А че не добрая бабля? Я тут промышляю такими вещами. Я не понял, ты что это у меня за работу забрать хочешь? Аплодисменты, Дима, это абсолютно правильный ответ. Серьезно? Какой язык? Нет, конечно же, это неверная какая-то странная фигня, которую ты сказал сейчас. Нет. А, подожди, Дима, или ты серьезно думал? Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, это нормальные языки, типа? Да, да, да. Я же вам подсказал, ребята. Бонжур, ес. Французский, французский? Ваня! Французский и английский? Ну, английский точно. Если нет английского, то это очень странно. Не, ну, французский. Тогда... Ну, нахуй французский нужен? Я че, француз блядь себе потом? Печеский, блядь. Так, набор букв это кто? Чертский язык. Это я. Побова язык. Давай, злой. Побова язык твой ответ. Язык боли. Ебать, красава, Диман, блядь. Язык боли, я сейчас покажу, если не будете нормально отвечать. Надеюсь, вы смотрите на стрим сейчас. Твой ответ французский и английский? Да. Аплодисменты, это правильный ответ. Спасибо, инсайдеры. А кто-то узнал, Артур. А мне инсайдер сказал. Не было, я ничего не говорил. Не было английский, французский, ни слова про английский. А там курочка свежая будет? Ты просто ничего не кушал сегодня? Да, свежая. Курочка? Ну, за первое место. Там банка тушенки. И курица, которая... Если ты понимал, ее никто не забирает, эту банку тушенки. А ты приедешь? В смысле? Я отдаю, сейчас просто карантин. Нет возможности. А так я, знаешь, сколько банок уже раздала. А ты сама приедешь, что привезешь ее? Нет, почтой. Блядь, тогда нахуй она надо? Что? Я думал, ты приедешь с тушенкой, мы тут развлечемся. Дима, извини. Дима, ну ахуя, я сейчас не понял. Артура, у тебя именно с ебучкой сейчас. Ну развлекитесь, развлекитесь. В принципе, типичный Дима Ликс, да? Внимание, на экран, следующий вопрос. Ваня, я тебе сняла? Сняла. Так, Дима, сняла? Сняла. Всем привет, меня зовут Дима, это Кирилл. У нас для вас сегодня очередной вопрос из области кулинарии. Именно этот напиток в 1973 году... У нас для вас охуенный микрофон. ...в СССР всесоюзным научно-исследовательским институтом пива безалкогольной промышленности в качестве альтернативы для Кока-Колы. Что же это за напиток? Итак... Да, инсайдер. Не нажимается ебаная кнопка. Знаете, вы все наверняка, ребята, видели, вы все видели, когда ходили в жару, в жару, когда ходили, там такие цистерны стояли. И из них ток, цемент, цемент... Подожди, а так... Есть альтернатива Кока-Коле, это Байкал? Я что, блядь, зря тут нахуй нажимаю, что ли, блядь? Уже давно никто не нажимает, чисто по чуйке работаем. Ваня, минус два балла, Ваня, минус два балла, конечно же, Ваня, цемент, это неправильный ответ. Байкал, это была как Кока-Кола, я до сих пор ее пью, блядь, шутка, не пью. Но вот пил как-то, блядь, как в детстве. Нажал злой, он уже просто все зажимал, все вот это окошко истории у меня безлом. Может, в твоем ответе есть подсказка остальным ребятам? Трахун, блядь, я не думаю, что это квас. Еще раз, еще раз, Артур, твой ответ? Трахун, блядь. Кто Трахун? Альтернатива Кока-Коле, это Байкал. Трахун. И, Артур, это неправильный ответ, минус два. Буратино, Буратино. Итак, Дима, Ликс, Вадя, Эвилон, будете ли вы нажимать, рисковать? Скажи мне, нет, она не работает. Ну так, скажи мне, если ты хочешь ответить, просто скажи мне ртом. Я тебе сказал, это Байкал, альтернатива Кока-Коле. Это правильный ответ, да. Правильный ответ. Трахун? Нет, просто типа... Злой. Трахун, это наш личный напиток. Но квас, это же вообще не то. Внимание на экран, внимание на экран. А теперь, внимание, ответ. Байкал, круто. Трахун, смотри какой. Байкал, круто. Аплодисменты. На самом деле, я думал, Дима Ликс ответит про Байкал. Круто. Круто. Ну просто там 73-й год. Так, следующий вопрос. Это шестой. Остается таким образом всего 6, 7, 8. Всего три вопроса. Приготовьтесь. Предварительные итоги. 21 балл у Вилона, 19 у Ликса, 16 у Злова и 5 у Вани. Внимание. Последние три вопроса. Здравствуйте, уважаемый... Так, стоп. Блять, слушай. А есть шанс, если на каждый вопрос я буду отвечать, бабы, что я хоть раз попаду в цель? Здравствуйте, уважаемый гость и гости шоу. И телеграмм на лбу, блядь. Меня зовут Арсений. Это примерно моя тетрадка по математике. Сегодня будете отвечать на мой вопрос. Внимание, вопрос. Однажды в Древней Греции был проведен самый справедливый в истории конкурс среди скульпторов. Однако первое место занял тот, кого жюри выбрали вторым. Почему? Итак, подумайте. Секундочку, Артур, а я тебе не начислила? У тебя должно быть 18, мне чат пишет. Я не начислила тебе 2 балла? Блять, самое банальное. Как нажать? Я нажимаю кнопку. А не, в смысле? Я сняла у Артура за Тархун. Я сняла у Артура за Тархун. Можно сказать? Мне похуй. Сейчас инсайдер ответит. Давай, инсайдер. Я правильно же услышал. По Древнюю Грецию, да, Рич? Да, да, да. Скульпторы. Да. Значит, дело в том, что когда был конфликт у Гектора и Ахиллеса, всем было известно, что у Ахиллеса огромное длинное копье, которым он поражал своих соперников. И огромный большой член, извините, которым удивлял барышней. Вот. И скульптор сделал копье как надо, а вот слишком маленький сделал член, и поэтому вот нет. Да. Спасибо, Ваня, это неправильный ответ. Я знаю ответ, кажись. Можно я просто скажу, это неправильное, скорее всего. Так, Вадя, а ты хотел начать... Да, я хотел нахуй нажать эту неправильную кнопку, но она просто не работает, блядь. Вот я уже что-то оплачиваю. Вадя, что ты... Подожди, не покупай. Вадя чисто заказал что-то с Алиэкспресса. Вадя, давай, отвечай, злой... Знаете, тут написано жми, блядь, жми. Потому что первого казнили. А ну, злому мы списываем два балла. А, Вадя, жми, в смысле? Блядь, ну за что, нахуй. Если что, я тоже нажал. Тогда не буду отвечать. Вадя, давай. У тебя такой же ответ был. Да, ну я думал, что первый умер просто, и все. Легкий ответ, просто его не казнили, ребят, все просто. Он умер просто, блядь. Я не поняла. Так, Дима, пожалуйста. Из первого второй сделал скульптуру, и тот умер как мумия в скульптуре. Ну, просто в заточении. Работа замуровали, и поэтому победил второй. Как вам вообще это приходит в голову? Как? Так, Дима, ты опять это делаешь? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Подожди, а как он не встречался, что ли? Ну, первый, типа, сделал стаду, а второй ему говорит, братишка, иди сюда, сейчас сделаю тоже, стои, сделай из него, и все. Остается Эвелону ответить. Будешь пытаться, Вадя? Так я сказал, скорее всего, первый умер, блядь, просто, нахуй. И все. И все. То есть твой ответ, первый умер? Да. Это неправильный ответ. Внимание на... Неправильный ответ. Что вот спектакль Дина устроила? Ну, это очевидное правильное ответ. Бабы, блядь. Угу. Внимание, ответ. Дело в том, что жюри были сами скульпторы и выбирали себя первым. Так получилось, что один из участников набрал большинство голосов за второе место и таким образом одержал победу. Спасибо. Короче, вы поняли? Я понял, да. Они сами... Они сами за себя голосовали. То есть они распределили, типа, этот занимает первое место, этот второй. И все голосовали сами за себя. Себя ставили на первое место. А что он голосовал за всех? Ну и хуйня, блядь. Спасибо за вопрос. Короче, кто-то решил этот пошутить над всеми и проголосовал не за себя. Да нет, 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 не так. Смотрите, они распределяли, типа, этого на первое место, этого на второе. На первое все ставили себя, а на второе ставили, ну, просто того, кто им понравился. Вот. В итоге по-первыхому все за себя проголосовали, это не засчитали. И засчитали как раз того, кто набрал большинство вторых голосов. Поняли? А почему мне пишут, что у Вадима должно быть 25? Потому что Вадя все отвечал верно. Нет, ему 23 еще, 24. У меня сейчас 19 у Вадима, 17 у Ликса, 14 у Артура и 3 у Вани. И получается предпоследний вопрос. Внимание на экран. Тут вы должны ответить, тут просто надо будет подумать. Здравствуйте, уважаемый. Ой, я ответила на него так, внимание на экран. Участники шоу в Теверне Тупо. Вопрос ему задает модератор канала Биноблин, Альбест. И вопрос ему в какой-то мере будет посвящен зимней тематике. Так как все-таки наша викторина тоже проводится в это время года. Но, к сожалению, природа не очень радует жителей Подмосковья, в коем я тоже являюсь, наличием снега. Модератор канала. В частности, у нас он только выпал в январе месяце, и то маленьким тоненьким слоем. И с похожей проблемой в свое время столкнулся король Франции Людовик XIV. А именно, жарким летом его супруга захотела покатиться на санях. Естественно, для этого был нужен снег, и причем в довольно больших объемах. Но достать его в те времена во Франции было очень тяжело. Поэтому были созваны придворные ученые, которым была поставлена задача решить данные проблемы. И надо признать, что они справились с поставленной задачей за абсолютно короткие применения. А он в этой футболке ходит? Именно буквально за несколько дней. И сам вопрос. Что же сделали ученые, чтобы создать снег или его подобие, которое обладало нужными свойствами для того, чтобы на нем можно было кататься на санях? Опа. Если ты инсайдер... Ваня, я тебе просто два балла сейчас спешу, и все. За что? Ну давай отвечай, Ваня. Ваня, двойка садись. Смотрите. Дело в том, что технологий не было в то время, чтобы с легкостью решить эту проблему. Но были умельцы, которые очень много бухали в тавернах ледяной эль. И ученые решили собрать всех этих алкашей. Собрали сперму, да? И они шли к озеру и дули своим холодным воздухом на озеро, тем самым его замораживая. И вот этот иний снежок сверху покрывался. Они его собирали и катались не только на санях, еще потом на озере на коньках. На санях. Ебать! А это что, правильный ответ? Нет, это неправильный ответ. Я немножко отвлеклась, но это неправильный ответ. Короче, Нили... Она именно хотела Франции на снегу покататься. Ивелон нажал. Да, у меня еще есть ответ, бобы. Ивелон нажал. Соли просто накидали, нахуй, и все, блядь. Какие соли? Обычные соли, блядь. И внимание на экран. Какие я употребляю? Блядь, подожди! Или сахар, блядь. Или сперму. Ну, а сам ответ не то, чтобы сильно сложен. Естественно, создать снег из воды в больших объемах в то время во Франции летом было практически невозможно. Тем более невозможно было его каким-то образом сохранить в жаркую погоду. Но при этом в королевстве имелся огромный запас соли и сахара, из которых и была отсыплена трасса, по которой уже королевская чета спокойно могла наслаждаться своими прогулками на санях. Аплодисменты, аплодисменты, Вадя. Я случайно сказал. Фираты, Вадя, слышишь? Хорошо, сообразил. Это на сообразительность, чистый вопрос. У меня было три версии. Слышишь? У меня было три версии. Или ее отвезли в горы, или снег перевозили. Подожди, там все три варианта было. И сперма тоже была правильно? Нет, соли, сахар. Нет. Нет, ну, блядь. На мои варианты я никогда не понял. Давай, Артур, что ты хотел сказать? Я думал, ее или в горы завезли, или типа снег перевозили. Или нахуй, видите, или просто шлюху, бля, ебаная. Ты че? Или ее увезли в другую страну. Ты там же, там же спрашивалось, что использовали вместо снега. Ты говоришь, ее увезли. Я, бля, в чем, блядь. Завязали глаза и увезли в горы на высоту. Я просто, бля, хемини, нахуй. Хемини. Последний вопрос, внимание, последний вопрос третьего раунда. Приготовьтесь. Приготовьтесь. Так, Вадя добавил тебе два балла. Ваня сняла два балла. Спасибо. Ваня, брат, у тебя чисто одно очко свое осталось. Всем привет. Дина Блинковна, участники игры и чатик. Это Археодейс. Я работаю археологом. Кто не знает, археологи занимаются раскопками и изучением древних поселений и могильников. Итак, в начале своей истории человечество прошло долгий каменный век. От своего зарождения до изобретения первых орудий из металлов. Каменный век, в свою очередь, разделен на три этапа. Палеолит, древний каменный век. Мезулит, средний каменный век. И, как называется, следующий новый каменный век. Чего вы там ржете? Вопрос про археологию вы ржете. Да, можно еще раз? Вы все прослушали. Чем вы занимались? Чего вы рты вытираете, сидите? Можешь еще раз? Я не слушал. Что вы делали? Я не слышал, кто-то рыкнул, я смеялся. Все, еще это он стоит. Реально, камера ушла, рты вытирают. Кого ты позвала, блядь? Он че рыгает в ролике? Да это кто-то из вас рыгнул. Нет, ты че, блядь? Ну ты, блядь, рофлишь. Что вы поклепно водите? Еще раз слушайте все вопросы, только вынимательно, пожалуйста, не рыгай. Привет, Дина Блинковна, участники игры и чатик. Это Археодейс. Я работаю археологом. Кто не знает, археологи занимаются раскопками и изучением древних поселений и могильников. Бля, какой он скучный. Итак, в начале своей истории человечество прошло долгий каменный век. От своего зарождения до изобретения первых орудий из металлов. Каменный век, в свою очередь, разделен на три этапа. Палеолит, древний каменный век, мезулит, средний каменный век и, как называется, следующий новый каменный век. Готово подсказать, это не Боболит. Иван, отвечай. Айболит, нахуй. Айболит. И ты, Ваня, ты, Ваня, теряешь свое очко. Понял? Блин. Так. Я знаю. Кто у нас... А кто-то попробует сказать, Боболит? Куча букв. Злой нажал, так. Я нажал тоже. Ну, после каменного века, конечно же, идет железный век, блядь. Ну, типа, следующий, нахуй. Так что, вот. И твой ответ? Железный век. И это неправильный ответ, Артур. Минус два. А потом... Не-не-не, железный. Медь... Медевый. Медевый. Медевый век, потом железный. Прости, пожалуйста, Артур, но я тебе уже засчитала железный век. Простатин. Прости, пожалуйста. Медевый век, блядь, медевый. Медовый. Ой, сейчас Ликс украдет твой ответ. Итак, Дима. Только, Дим, без обид. Окей? Что ты собираешься сделать? Это мой ответ, без обид. Ха-ха-ха. Твой ответ без обид? Да. Жалко, что у меня в этой коллекции сцен нет взрыва. Я бы сейчас рванула. Минус два очка тебе, Ликс. Так, подожди. Ребят, можно посерьезнее играть, пожалуйста? Я вас призываю, посерьезнее, пожалуйста. Блядь, это же медовый век, блядь. Это медовый век. Медяный век. Медяный век. Вадя, ты попробуешь ответить? Я? Мне нахуй надо. Вадя, ну мы уже все очевидные варианты исключили. Вообще все. Это даже не баба лит? Кукол да лит. Кукол да лит. Кукол да лит. Кукол да лит. Фууу. Неплохо. В самом вопросе имеется подсказка. А, не слушайте, подождите. А вот теперь слушайте, внимание на экран, правильный ответ. Тут можно было догадаться. у тебя. У тебя. В самом вопросе имеется подсказка. А у меня не работает стрим. Следующий новый каменный век называется неолит. Что и переводится как новый каменный век. Всем пока. Вадя, вы что? Можно было догадаться? Блядь, я хотел сказать неол... Вы же нео тильты в фортнайте. Блядь, паулит я хотел догадаться. Паулит, махун. Итого, вкидывайте разделение по командам для четвертого раунда в чат-модераторы. Подводим итоги третьего. Вадя, что с тобой, ты покрасился? 21 балл у Вилона, 15 у Ликса, 12 у Злова, минус одно очко. Подожди, или у тебя минус три должно быть? Минус три у тебя должно быть? Минус три очка у инсайдера. Аплодисменты, аплодисменты. Гласуйте за разделение. Разделить нужно по-новому, как в прошлый раз вам не удастся разделить. Смотрите, тут вам нужно будет своему напарнику, своему партнеру ртом объяснять словосочетание. Ртом, без звука. Вы, вы... Конечно, там все легитимно. Вы выключите свой микрофончик и ртом... Да, смотрите. Ртом. Например, я вам сейчас покажу, что вам показать-то. Да не, Вадя, я слышу, не пойму. Я сейчас разъебу. Извини, Дина, что перебили, продолжай. Я вам сейчас показываю ртом слово стол. А ну, показывай. Куда смотри. Стримить себе? Ну да, да, да. Я вижу, я вижу. Или давайте большой стол. А можно показывать, показывай. Нет, показывать нельзя. Показывай слово Дина. Не, Вадя, сделай ей свою ебучку попроще. Миста. А! Я не понял. Это ты мне, Вадя? А что, слышно было, что ли? А, не, шучу. Я думал, не слышно. Вадя, грубиян, конечно, да. Да, конечно, да. Это шутка. Ну, давай, продолжай. Так, чат, вы разделили, ребят? Смотрим. Ой, чат, смотрите, как за меня. Спасибо, чатик. Спасибо вам большое, что вы за справедливость. Дай бог вам здоровья. У меня бы уже 30 баллов было. Вот, спасибо, что вы вступили за меня хотя бы на минус один. Это несправедливая игра, я считаю. Итого. Да ладно, Ваня, минус один вернул тебя. Итого, вы сейчас будете разделены. Вадя с Димой, Ваня с Артуром. Артур там зарыдал, по-моему, сейчас. Не, нормально все. Готов, Димас. Дима сейчас тоже заплачет. Она так же пополам или, может быть, ну, кто сколько заработал, то мы только дадут. Диман, все по равну. Еще раз. Кто будет капитанами в ваших командах? Кто будет капитанами в ваших командах? Давай я первый начну. Так, Артур, ты капитан, а у вас Дима, Вадя? А мы, блядь, мы начинаем первый. У нас равноправие типа будет. Смотрите, капитаны сейчас на камень, ножницы, бумага решат, потому что здесь важно будет, кто первый начнет, потому что вы выберете категорию. Так, Злой и Лик соревнуются на камень, ножницы, бумага. Спорим четвером. Приготовьте свои кулаки. На какой счет? На камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Не, а тут не надо камень, ножницы. Раз, два, три. Готовы? Давай. О, а кто в детстве спорил быстро, когда маленькая переменка? Я делал. А ну, Диман, как это было? А я не помню уже. Три. Нет, у нас было, короче, мы спорили. Раз, три, раз, три, раз, три. Не, 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 так не было. Что это за... Раз, три, раз, три, раз, три, раз, три. Я только вот так умею. Раз, три, раз, три. Вот так умеешь. Не, у нас раз, два, три максимально проходили. Вот так смотри. Залетаешь, вылетаешь. Раз, три, раз, три, раз, три. У меня камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, три, раз, три, раз, три. Ты победил, и ты выберешь... Я, короче, нихуя не решал. Я никакой хуй не обрел. Так вы же сами выбрали, что Дима будет... Тот, черт, тот хуй, сосед. Нам кнопки все нужны? Злой, выбирай категорию. Словосочетание. Из категории мусор, из категории музыканты, из категории еда или из категории тела человека. Кнопка вам больше не понадобится. Тело человека выбирали. Злой выбрал тело человека. И ты первый объясняешь, да, Диме? Я дико извиняюсь, зачем нам были эти, картинки? Это финал. А можно Бургер слушать? У меня он стынет, блядь, Бургер. Артур, Артур объясняет. Артур, у тебя уже в личке. Давайте человеку поесть. Давайте этот, может, ну, дадим человеку поесть. Сейчас объяснишь и... Перерывчик, нет? И ешь. А, вы... Вы хотите пописать словосочетание? Там везде словосочетание из двух слов состоит. Нет, нет, мы не хотим пописать. Давайте, давайте. Нет, нет, давайте играть, давайте играть. Нет, давайте играть. Отлично, Артур, ты готов объяснять? Дима, Артур, выключай микрофон. Дима, внимательно смотри в рот Артуру. Ну давай, Артурчик, открывай ротик. И у тебя будет полторы минуты, Артур. Маргника готов. Одно слово какое-то объяснять мне, да? Там словосочетание, оно из двух слов. Тема тела человека. Артур Кивника готов? Уй! Готов или что ты делаешь? Зачем ты раздеваешься? Показывать, если что, нельзя. Нужно объяснять ртом говорить. Перестань раздеваться, пожалуйста, Артур. Ты хоть покажешь? Я, если что, не слышу, Артур, что ты говоришь. Ты же выключил микрофон. Артур, да говори. Ну что, поехали? Поехали, давай. Ага. Полторы минуты. Я отгадываю, да? Да. Так Дима же отгадывает. Я отгадываю. Ну Дима отгадывает, да? В смысле я... Я думаю, Дмитрий Ликсов. Еще, еще раз. А подождите, что за хрень? Не Дима отгадывает. Стоп. Стоп. Дима же с Вадей. Ты сказала, Дима отгадывает. Блин, Дима, зачем ты лезешь в фото Артуру? Инсайдер отгадывает. Инсайдер отгадывает. Нет, нет, нет. Дима, ты просто... Так, заново. Инсайдер, ты отгадываешь. Твои мысли понятны о Диме всегда. Я и думаю, не стал... Давай, давай, поехали. Давай, поехали. Инсайдер, смотри. Так, я... Да, смотрю. Все. Пошел в жопу. Уролог? Урологи. Куй, блядь. Тело человека. Пошел. Два слова. Пошел нахуй, говорит, слышишь? Ты что уебишься на мою друга? Пошел в жопу, урод, я что? Это ты, че моя ебаная, блядь. Не ругайтесь, пожалуйста. Я чуть не озвучил, что Артур там... Там все... Там ничего за бредного быть не может. О чем ты думаешь? О, Господи. Так. Полковник? Густеренко. На связи. Ты оттуда не вредишь? Не стремился. Бэтмен. Бэтмен. Очкарик. С яйцами большими, что я не понимаю. Злой, прости, я стараюсь. Правда, стараюсь. Артур, действуй только ртом, пожалуйста. Язычком. О, Господи, это сложно. У... Ну, У есть там? Шакал, говорит ты. Давай с первым словом разберемся сначала. С первым, блядь. Давай с первым разберемся, блядь. Балкон? Па? Па есть? Па? Па? Нет, не па. Большой? 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 Член. На последних секундах? Это был большой член, поздравляю. Поздравляю, аплодисменты на последних секундах. Блин, это было понятно, что в самом начале нам. Блин, реально хорошо, что я раздупил. Ты, конечно, одно слово прям вот так четко показал, я его чуть не... Заткнись, блядь, ничего не... Диман, показывай, Диман, показывай, быстро. Итак, Дима. Дима, ты выбираешь дальше категорию. Три категории осталось. Мусор. Я сейчас вернусь. Мусор. Давай, мусор. Музыканты. Еда. Что ты выберешь? Еда бери, легкодня ебаная. Мусор, мусор, мусор легче. Так, Дима выбрал мусор. Ой, блядь, там что, фортнайт слово будет, нахуй. Дима, скинула тебе ВК. Блядь, как с таким дебилом выиграть, нахуй? Там есть еда, он выбирает мусор, блядь. Ладно, я всего одно отгадал. Или одно нужно отгадать. Что это за хуйня? Что? Ты слома несколько дала слов или одно нужно? Одно, одно словосочетание. Ваня, ты отгадаешь. Все, поехали. Так, готовы? Так, полторы минуты. Поехали. Поехали. Показывать нельзя, да? Не-не-не, только ртом объясняй. Вадя, ты будешь смотреть, Вадя? Да, я смотрю на него, конечно. Банан. А я сказал же, нет, к слову. Не слышно было. Ничего не слышно. Кожура. Охренеть. Все, мы играли? Чш, чш. Как ты? В смысле? Это просто. Ты сказал кожура, а потом сказал банан. Наоборот. Ну. И что, блядь? Как ты угадал? Дима, Дима, зачем ты мне в ВК написал это словосочетание? А, ты не меня хотел, я поняла. Это то же самое было, что большой член, блядь. Как бы, я вообще не могу, вот я, например, вообще не могу отгадывать по губам. Охренеть. Аплодисменты, это было быстро. Аплодисменты. Нормально, Вадя, нормально. Аплодисменты. У вас есть хоть кто-то, кто не отгадал? Я вот такое вообще, например, не могу отгадывать. Это было слишком легко. Да что-то, понятное дело, всегда отгадывать. Итак. Это же не могло быть пам-пам, блядь. Знаете, что-то было банан. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Мусор пам-пам. Ванечка, сейчас... Ваня, твоя очередь. Ваня, какую тему ты выберешь? Музыканты? Музыканты или еда? Блин. А кому мне объяснять надо злом уже, да? Да-да-да. Ну, еда ведь, он кушает. Приятного аппетита, еда, конечно. Приятного аппетита, Артур. Спасибо. Ваня, отправляю тебе в АК. Дима, а можно ты мне еще раз покажешь, чтобы я тебе не показывал? Нет, нельзя. Нельзя? Нет, нельзя. Нет, нет, нет. Давай, ну это прикольно. Да за ним прикольнее наблюдать, чем за мной. Я просто не умею читать один по губам вообще. Ну, все должны быть в равных условиях. Дима, покажешь. Ну, это прикольный, он прикольный, типа. Он поприкольнее будет, типа. Когда мне начинать тебе скажешь, да? Ты готов, Ваня? Все равно конец. Нет, не я. Пожалуйста. Я готов. Ты будешь объяснять. Давай, Ваня, 3, 2, 1. Поехали. Афганистан? Тебе еда, если что. Еда, господи. Давай. Бобы. Бобы. Вафли. Сахар. Валентин. Блять, что нахуй. Давай, сиди. Давай. Аладьи. Аладьи, блядь. Конферки. Валентин, чел. Вафельки. Вафельки сгущенкой. С сыром. С сыром. С сыром, что? Валентин, какой Валентин, блядь, сука. Фалафель. Точку. Фалафель, блядь. Давай еще раз. Тебя тупее такая вот. Я егу, блядь, что ли, нахуй. Ебать, что это такое? Вафли. Ну, вафли. Кожура мороженая, блядь. Вафли. Вафельки. Ну, вафли. Жареные вафельки. Не вафельки, да? Вафельки. А я не ебать, я что, черевоумещатель. Что угодно? Вафельный торт. Что? Вафельный пирог. И ваше время, к сожалению, вышло. Первое слово ты угадал, вафельный. А второе нет. Вафельный, я тебе говорю, да, первое слово вафельный, типа, а ты потом про него забываешь, и опять другое слово говоришь. Вафельный стаканчик. Вафельный стаканчик. Мороженка, да. Тяжело сказать, потому что там вообще прям тяжело. Стаканчик. А чат, чат отгадали. Чат отгадал, я вижу. Стаканчик, вафельный стаканчик. Надо говорить. Ста-ка-ны. Ста-ка-ны. Ну и чё, я по-кукан, блядь. Нихуя не знаю. Кукан. Ну, можно Диман покажет, пожалуйста, я не хочу показывать. Вадь, ну это будет весело, всем понравится. Нет, это не будет весело, блядь. Мне ещё битрейт прыгает, блядь, я в тильте. Можно я просто угадаю, нахуй? Ну, Вадь. Пожалуйста, Дина. Ладно, давай, скидывай слово, блядь, ты ж доебёшь. Тема музыканты. А что? Оу, щит, я с музыкой вообще на нуля. Дядь, дядь, это легко вообще, мэн. Готов? Готов? Давай, поехали. Выключай только микрофон, не забудь. Ты запомнил? Музыканты, ты понял? Да, да, да. И всё из двух слов. Егор Крид. Что? Как же я это делаю? Даже второе слово не надо говорить. Изи, изи. Вот такие слова, конечно, выиграть, как пиздец. Это было неплохо. Кстати, я даже знал, что это будет до того, как вы начали отгадывать. Я просто читаю ему было. Да что ты, ты вафельный стаканчик не прочёл, Ванечка? Стаканчик куда сложнее, чем... Егор Крид. Так вы сами могли, вы сами могли выбирать стему. Я сначала хотел сказать, Игорь крутой, но потом... Ну что, аплодисменты. Аплодисменты. Итого, пара Артур-Ваня получает... Я пишу Горб Крид. Егор Бобов. Пара Ваня-Артур получает по 5 баллов. Пара Вилон-Ликс получает по 10 баллов. Можно мне не давать валы, пожалуйста? Нельзя. Итого. Подводим итоги четвёртого раунда. 4 балла у Ивана, 17 баллов у Артура, 25 баллов у Димы и 31 балл у Вади. Итого. Прямо сейчас в финале сразятся... Быстрый финал будет, ребят, не переживайте. Сразятся Вадим и Дмитрий. Встретятся в смертельной схватке. Ой, схватке. Вам нужно в туалет отойти или вы готовы прямо сейчас? Там донетки будут. Готовы прямо сейчас. Отлично. Донетки? Да, откройте, пожалуйста, свои картинки, которые вы предварительно сохранили. Правда, ложь. Приготовьте их. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Час. Я не сохранил предварительно ничего, я сохраню. Это ты зря. Чат, как думаете, кто сейчас победит в финале? И играем до пяти очков в финале. Ваши очки обнуляются. Две картинки, правда, ложь. Здесь всё равно тут не нужно. Давай, давай, Артур. Артур и Ваня остаются с нами на экране, и они хихикуют над вами. Это в конфе ВК, стример не тупой 604, там, правда, ложь. Я сделал по-другому. Сохранили? Не, а можно не сохранять, можно просто открывать их, типа, это ж не на скорость, правильно? Дин, у меня вот в такой форме будет, но будет понятно. Дим, ты не умеешь сохранить фотку на телефон? У меня не открывается, и нет, пропал. А, фига себе. А при чём тут ложь? А. Да нет, Кен, то есть я говорю факт, и вы думаете, правда, это или ложь. Ты уёбок, это факт, ты уёбок. Давай, стартуй. Дима, ты приготовил картинки? Ты завис? Да, картинки готовы, и я тоже. Ты завис у меня. У вас Дима завис? Нет, я смотрю. Нет. Точно. Он сосредоточен. А, всё нормально, да. Итак, тогда играем до пяти очков. Вы по моей команде... Куда смотреть? Никуда, просто слушайте меня. До пяти очков, и я задаю вопрос, даю вам буквально пять секунд на размышление, и вы мне показываете правду или ложь. Давай. До пяти очков. Погнали. Первый вопрос. Чат, поддержите, финал. В тринадцатом веке до нашей эры египтяне, совершив поход в Ливию, в виде трофеев преподнесли фараону более тринадцати тысяч отрезанных яичек. Правда ли это? Раз, два, три, четыре, пять. Вы уже показали. Мой ответ, бобы. Ваш ответ, правда. Это неправильный ответ. Они преподнесли тринадцать тысяч фаллосов. Идём дальше. Хуёв? Ооооу. Звучит опасно, да? Это можно забор из них сделать, прикиньте. Это будет низкий забор, нет? Китайскую стену, блядь, из хуёв. Не, ну просто забор, представьте, да? Ты хочешь украсть картошку, перелезаешь через забор, ну, оп, подскорзнулся и всё. Украл картошку и приятно ещё. Ну. У вас всё ещё по нулям. Второй вопрос. Давай. Мозг неандертальца был больше мозга современного человека. Ликс. Что там, Ликс? Ложь. Это ложь. И это правда. Это правда. Очко уходит. Вадиму. Ты что, скриншоты делал, блядь? Да. Сохватит. Ты скриншоты сделал из переписки ВК? Это интернет не работает. Это пиздец вообще лютый. Идём дальше. В одной из китайских провинций полиция использует гусей. Гусей вместо собак для охраны правопорядка. Это правда. Это правда. Плюс балл каждому, напомню. До пяти очков. У гусей хороший слух. И они очень бдительные и смелые. И кряпают. Он из дома сейчас живёт. Да, правда? Он же постоянно какает. Он и обострено все сзади. Извини. Внимание. Бетховен сочинял свои произведения даже после того, как стал слепым. Правда ли это? Чуваки. Он вообще-то не ослеп, а оглох. Он стал глухим. Это неправда. Тогда идите нахуй. Я тоже удивился. Ну, если бы он был глухой. Короче, смотрите, рассказываю. Вопрос был построен неправильно. Его не защитили. Идём дальше. У детей намного больше костей, чем у взрослых. У детей больше костей, чем у взрослых. Ликс, можешь в середину показывать? Ты за мной. Как это может быть? И это правда. Такое различие возникло из-за того, что детский скелет содержит большое количество мелких косточек, которые срастаются в крупные кости. Уйдём, Буся, следующий вопрос. Её что, зря, ты всё готовила? Давай. Да. Знаете что? Тогда следующий вопрос. Нос у человека не перерастаёт расти всю жизнь. Да, правда, блядь. Вон, да. Нет, это неправда. Ты чё, блядь? Нет, это неправда. Всю жизнь растёл, блядь. Отвечаю нахуй. Нет. Я, блядь, провожу эксперимент, блядь, 23 года, нахуй. Так нос и член, они всю жизнь. Нос и член, да член, это вообще без... Ой, да, Дима, надейся, надейся. Так, вы когда до пяти баллов-то доберётесь? Идём дальше. У кенгуру четыре влагалища. Подожди. В Австралии захотелось что-то так. Там два в сумке и два сзади. Дай мне одну секунду. И это неправда. У кенгуру три влагалища. Три влагалища, понял? Я в каждой ебал. Осуждаю за филию, осуждаю. И влагалищ кенгуру приносит Ваде тебе третье очко. А если в кенгуре маленький кенгуренок, тогда четыре. Понял, понял. Это три очка и три. Дима, 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 шесть. Вообще-то да, Дима. Дима, давай, я насу свою тактику. Последняя попытка была. Дима, взбалди, мечтаю, надо дать. Дикторы, внимание, дикторы на черно-белом телевидении красили губы зеленой помадой. Да, хромакей, точно. Это правда, да. В камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому, правда, зелеными. Это получается плюс и плюс вам. Итого, четыре балла у Вадима, два балла у Димы. И сейчас может все решиться. Человеческий мозг розового цвета. Ну, блядь, ну тут все просто, блядь. И да, это правда. Это правда. Пока человек жив, мозг розовый. Аплодисменты. Вот почему я не розовый-то всегда видел. Вадим набирает пятое очко. Вам надо тактика, нахуй. Я... С помощью Эники-Бэники. Эники-Бэники разъёг просто, нахуй. Тотальнее, блядь. Ну что, ребят, блядь. Нахуй вообще играли, блядь, я вообще не пойму, блядь. А что у меня пять было, 31, нахуй. Потому что это финал, там все заново. Блядь, Дина, тебе надо было, пока мы там отвечали, смотрели вопросы, про ВАБЫ что-нибудь найти. Про ВАБЫ. Ну что, я поздравляю. Вадим, поздравляю тебя с победой. Как-нибудь к тебе отправится тушенка. И подпишу именную Куру и Вилон. Кура и Вилон с ленточкой. Спасибо. Аплодисменты. Чат, аплодисменты. Пиши, что Артур победил у него больше всего баллов. Ребята, в финале баллы обнулились, поэтому так, поэтому так. Ура, слава бабам, аплодисменты. Второе место занимает Дима Ликс. Дима Ликс. На третьем месте Артур. И Ваня, ты на последнем месте с твоим минус-очком. А скажите мне, ребята, скажите мне, какой видео-вопрос вам больше всего понравился? Саудовская Аравия. Модератор твой лучший. Видео. Так, один голос за модератора, один голос за Саудовскую. Модератора было. Повар, потому что кушать хотелось. Повар? А ты инсайдер за кого? За Путина. Россия! 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 Я даже не знаю, за кого я. Мне все понравились, если честно. Ну, ясно, я тогда чат спрошу, сабочек подарю тому, кто кто задал лучший вопрос по мнению чата. Все, спасибо вам огромное, ребята! Спасибо. Я надеюсь, вам было весело. Спасибо тебе. Мне очень понравилось. Было необычно. Это новое. Было необычно? Это плохое ответимое, я поняла. Я, на самом деле, легко победил, если бы хотел. Да, конечно, Ваня, говори. Ага, да. Просто второе место, Дина, не первое, как ты понимаешь. И повода для радости нет. Ага, да.